17-летний Данила Чижов в IT-куб пришел прошлой осенью и уже успел достичь результатов. Молодой человек занимается разработкой собственного приложения с дополненной реальностью. Например, если навести веб-камеру на картинки оружия из книг по истории, то можно будет увидеть их на экране монитора вместе с общей информацией. Игры, во-первых, тянули видеоигры. И после этого я артишил, а почему бы именно самому их не создавать? Вот поэтому мне нужно было именно образование в этой сфере. Поэтому я и попросился именно вот сюда. Это центр образования детей, который идет по программам, направленным на быстрое освоение актуальных знаний и навыков в сфере информационных технологий. Цифровую школу создали по национальному проекту образования. Сегодня здесь обучается 450 детей. Они разрабатывают приложения, осваивают 3D-моделирование и программирование. С работой школы IT сегодня ознакомилась рабочая группа при общественной палате Самарской области. Нам кажется, что это очень хороший пример реализации национальных проектов, который можно потрогать руками, который понятен людям, который действительно делает нашу страну, нашу экономику, наш регион прорывным, в том числе в вопросах цифрового образования детей. Центр технического творчества находится на фронте 98. Для того, чтобы попасть в IT-куб, нужно прийти, выбрать понравившееся направление и подать заявление. Набор учеников начинается в июне. Мы видим, насколько сегодня наше молодое подрастающее поколение занято именно в той сфере, которая является наиболее максимально маржинальной. То есть мы в нашем регионе выращиваем ребят, которые гарантированно будут обеспечены своим образованием, гарантированно будут обеспечены высокими зарплатами и, соответственно, очень позитивной карьерой. Развивать сеть детских технопарков и создавать центры цифрового развития для молодежи предложил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Работа ведется за счет федерального и регионального бюджетов. В этом году в регионе будет открыт еще 21 мини-технопарк в дополнение к уже существующим 19-ти. Они были созданы в 2019 году. Мэри Елчан, Григорий Плешаков, События.